Огромное количество предпринимателей, может быть, сегодня уже не могут справляться с какими-то своими обязательствами, и эти люди приходят в сетевой маркетинг. Поэтому сейчас именно то время, когда надо руку держать на пульсе. Поэтому сейчас время повышенной активности, повышенной деятельности, и сейчас время не спать. И я, конечно, еще раз поздравляю тех людей, у которых родились новые директора, потому что вы сделали замечательную, классную вещь. Вы открыли людям дверь, как говорится, вот в эту замечательную, яркую, красивую жизнь под названием «Коралловый клуб», и эти люди получили право попасть на форум. И, конечно же, надо уже как бы чуть-чуть дальше смотреть и понимать, что за форумом опять-таки я возвращаюсь в школу успеха «Осенняя волна». Поэтому, ребята, у нас только начался промоушен. Февраль месяц – это начало промоушена. Я вас поздравляю и всегда считаю, что все нужно делать с самого начала. И то, что сейчас происходят новые события, новые форматы, то есть то, что вас ждет уже буквально в этом году, может быть, вы в это еще верите, может быть, вы еще во что-то не верите, но то, что это будет очень классно, это однозначно. То есть, по крайней мере, у меня это сейчас, я не очень отвлекаюсь на план маркетинга, на план, потому что я реально понимаю, что под любой маркетинг-план нужно работать. Вот, и что бы я хотела вам еще сказать. Вы знаете, иногда люди, я очень много общаюсь с людьми, и люди не всегда умеют планировать свой бизнес, планировать свои деньги. То есть, если вы сегодня пришли в бизнес, то вам нужно формировать мышление предпринимателя, и вам нужно сегодня четко понимать, во что инвестироваться. Потому что, может быть, вы еще не научились ставить цели по бизнесу. Очень часто я наблюдаю, что когда я спрашиваю людей, чего вы хотите, вот вчера у нас была стартовая школа, и люди часто очень завязаны на каких-то материальных вещах, там, ну, ремонты машины, квартиры. Вы знаете, я считаю, что это то, что человек должен и так иметь. То есть, это должно быть само собой разумеюще. Но какие-то цели, они должны быть более яркие, более красивые. То есть, понимаете, то есть, задача действительно стать личностью, за которой пойдут люди, стать личностью, которая может улучшить жизнь людей. Вы знаете, чем мне нравится этот бизнес? За вот это признание, когда на сцену выходят люди, честно, я плачу. Я плачу, я переживаю, я радуюсь, потому что я знаю, что вот этот человек сделал определенный момент развития себя. То есть, человек вышел из какой-то зоны комфорта, в которой он жил, человек поменялся, человек сделал какие-то, человек идет в плане изменения развития личностного роста. Вот это замечательно. Вот этим мы с вами занимаемся. И поэтому, когда вы ставите планы, я вас прошу уже сегодня, откорректируйте и четко для себя решите, сколько с вами будет людей на школе успеха «Осенняя волна». Потому что то, о чем вы думаете, то, что вы притягиваете, то в вашей жизни и происходит. И если вы хотите, чтобы ваши материальные какие-то блага менялись, а с нашим маркетинг-планом, поверьте, это будет однозначно, потому что то, что сделает сейчас компания, я глубоко уверена, это будет революция в сетевом маркетинге. Потому что тот проект, который я уже видела, я знаю, что этого не сделал пока никто. То есть, честно, вот поверьте, ребята, этого не делал никто. Когда это произойдет, вы так и знаете. Сейчас я боюсь, что, исходя из каких-то своих представлений о бизнесе, вы можете ошибочно скорректировать эти цифры и неправильно понять ту задачу, которую сейчас, корректируя маркетинг-план, ставит компания. Поэтому, поверьте мне, не надо, не время сейчас анализировать правки к маркетинг-плану. Это прерогатива компании, еще раз повторяюсь, и я глубоко уверена, что сначала этот маркетинг должна озвучить компания, и только потом лидеры имеют право спускать его к людям. Я еще ни одному своему мастеру о маркетинг-плане не сказала и не считаю на данный момент нужным. Потому что пока это еще проекты, вот, а я считаю, что нам нужно работать. И если мы доверяем компании, мы знаем, что маркетинг-план будет лучше. И корректировка будет именно в том плане, именно для тех людей, которые сегодня работают, которые сегодня в поле, которые не сидят и не пожинают плоды, не получают, там, получают 15 тысяч, и счастливые и довольные сидят и получают по 15 тысяч. И говорят, я ничего не делаю, я получаю деньги, все, теперь не получится, деньги будут получать только те, кто работает. Поэтому на самом деле я хочу сказать, чтобы в ваших планах, в ваших планах обязательно уже сегодня были цифры, сколько с вами людей будет на форуме, сколько с вами будет людей на школе успеха «Осенняя волна». И представьте, это уже история компании, это будет первое событие «Осенняя волна». И люди, которые там будут, они попадут в историю компании. Хотите попасть в историю компании? Хотите, чтобы ваши люди попали в историю компании? Говорите сегодня уже об этом, работайте под это, делайте промоушен, проводите мероприятия, обязательно об этом, об этом, об этом повторяйте. Вот, и если что-то сегодня не получается, это ничего страшного. Вы знаете, Джимброн говорил, что успех – это 51% правильных решений, 49% неправильных решений. То есть вот сегодня то, что сказал Виталий, я совершенно согласна. То есть именно тогда, когда у вас не получается, именно тогда, когда сложно, когда непонятно, именно тогда, когда трудно, именно тогда жизнь выводит вас на новый рубеж. И именно за этим, вот за этими вещами, которые не получаются, именно, казалось бы, за этой горой светит самое яркое солнце. Поэтому любите трудности, цените трудности, потому что, как я всегда говорю, Бог не дает человеку трудности, с которыми человек не дает справиться. Но если вы уже что-то запросили в этой жизни, значит, будьте готовы понимать, что за все надо платить. И вы знаете, на самом деле нужно меняться. Нужно меняться. У нас сегодняшний век – это время перемен. Время постоянного развития, постоянного движения по спирали вверх, 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 вверх. И, знаете, Черчилль говорил, если вы хотите что-то улучшить в жизни, вы должны меняться. Если вы хотите стать уникальными, вы должны меняться постоянно. Поэтому я вам хочу сказать, чтобы вы концентрировались все-таки на более важных вещах, а не на срочных вещах. И, может быть, сегодня вы еще боитесь замахтуться на какие-то большие квалификации, хотя, поверьте, все это возможно. Концентрируйтесь больше на процессах. Вот иногда люди, когда они планируют, вроде бы они хотят квалификацию мастер. Но, поверьте мне, очень скоро это будет одна из самых заманчивых квалификаций. Это будет такая конфетка, это будет такая классная квалификация, что я думаю, что после того, если все, как есть, компания ведет, я думаю, что в компании не останется человека, который не захочет быть мастером. Потому что этих людей действительно ждут уникальные подарки от компании. Поэтому, вы знаете, очень часто люди, они считают, что ничего-то не заслуживают, или они чего-то не могут получить. Они боятся каких-то, не знаю, может быть, большого, какой-то квалификации. Я всегда говорю, вы концентрируйтесь на процессе. Нужно именно сегодня, каждый день чутко понимать, что вы делаете завтра. И вот это вот постоянно яркий, красивый, заполненный, плодотворный день, он вас вот именно в прямом смысле на гребне волны вынесет именно туда, куда вы хотите. Поэтому, что я хочу вам сегодня сказать. Мои дорогие, 15-й год, это будет исторический год для компании. То есть мы действительно, сейчас время возможности, потому что в стране кризис. А когда в стране кризис, в сетевом маркетинге рост, это всегда так было. Это было в 98-м. Вы знаете, благодаря тому, что в 98-м был кризис, я пришла в сетевой маркетинг. Я не знаю, если бы не было 98-го года, пришла ли я бы в сетевой маркетинг. Я оставила традиционный бизнес и пришла в сетевой маркетинг. И я глубоко уверена, что именно сейчас, когда вот такая складывается ситуация экономическая, именно очень яркие, очень серьезные, очень сильные люди будут приходить в этот бизнес. Поэтому воспользуйтесь временем, не упустите. Надо быть именно, вот всегда говорю, знаете, в бизнесе нужно быть в нужном месте, с нужными, как говорится, людьми. И я глубоко уверена, что сейчас это время. Поэтому, что я вам хочу пожелать? Вот, я хочу вам пожелать, чтобы вы сейчас действительно поверили, что все классно. Вот, действительно поверили в то, что время достойных перемен. Вот, можете еще раз себя похвалить за то, что вы в Коралловом клубе. Потому что здесь будет именно происходить то, чего не было нигде никогда. Вот, и не знаю, хватит ли у кого-нибудь, у какого-нибудь компании духа это повторить. Вот, но я думаю, что самый яркий, самый мощный, самый сильный президент это наш. Вот, поэтому посмотрим. Но то, что у нас это все уже происходит, мне очень нравится. И я понимаю, что иногда в Египет кто-то не попадает, но те, кто попадают, классно, супер. Ребята, этот Египет тоже будет историческим событием, потому что это будет, вот в этом формате это будет событие, как бы уже заканчиваться, потому что нужно переходить на другой виток, на другие корректировки курса. Но это будет тоже историческая компания. И это ваша история успеха, которую вы сегодня сами пишите своей рукой. Вот, поэтому запишите сегодня, возьмите ручку и напишите «Моя история успеха». История успеха может быть по-настоящему начинается именно сегодня. Вот, и я вижу событиями, она все определяет в вашей жизни. Поэтому двигайтесь, поэтому развивайтесь, поэтому совершенствуйтесь, поэтому, я не знаю, ставьте перед собой самые-самые классные, яркие мечты. Мечтайте, может быть, мечтайте, может, сейчас, вы знаете, сейчас, наверное, пришло время мечтать о том, о чем вы вчера еще побоялись помечтать. Потому что та картинка, которая сейчас находится перед вами, это именно тот инструмент, который позволит вам реализовать все свои мечты. Вот. Ну, это вот, наверное, все, что я вам сегодня хотела сказать. Но я реально сегодня еще раз вытяжаю. Ребята, мои дорогие, сейчас самое классное время. Сейчас самое классное время подписывать новых людей. И иногда, когда люди говорят, что у них какой-то застой, что-то не получается, что-то двигается, не двигается, или происходит не так, как они хотели, я знаю только одно. Я всегда говорю, в сетевом маркетинге есть два самых главных закона. Если вы не знаете, что делать, чтобы люди делали то, закон дубликации. То есть, чтобы ваши люди делали то, что делали вы. И, боже, вас упаси, ничего не делать. Потому что, если не делаете вы ничего, ничего не делают люди. И именно от вас закон дубликации работает всегда. Даже если вы ничего не говорите и ничего не делаете. Поэтому именно от нас, от вас, от меня, от моих действий зависит, включаются ли люди, которые... И всегда я вам говорю, работайте с теми людьми, которые работают. Работайте с теми людьми, которые бывают на событиях. Работайте с теми людьми, которые действительно двигаются, зарождают, выполняют условия, которые интересуются, которые занимаются самообразованием. Не теряйте время на тех людей, которые сегодня еще думают, двигаться им или не двигаться. 10 уроков на салфетках, золотые и серебряные корабли. Оставьте тех людей, которые сегодня хотят просто в этом океане жизни просто болтаться по волнам. Вас интересуют люди, которые идут против волны, которые идут вперед. Поэтому сегодня, сегодня, именно время приглашения новых людей. Надо подписывать, подписывать, подписывать. И это будет свежий воздух в вашем бизнесе. Вот. Я хочу еще раз вам что сказать. Я всегда говорю, я вас люблю. Я вас поздравляю с праздником. Я прошу за все меня простить. Вот. Я, конечно, прощаю всем. Вот. Ну и, конечно же, желаю успеха. И, мои дорогие, я еще раз вас прошу. Научитесь мыслить критериями бизнеса. Научитесь мыслить критериями развития. Научитесь планировать всегда движение к событию, от события к событию. Потому что именно событие – это та движущая сила, которая действительно сделает ваш успех реальностью. Всего доброго. До новых, до новых. До новых встреч. Я думаю, что в следующий вебинар к нам уже подключатся наши замечательные, любимые, классные. Это герои сетевого маркетинга. Госпожа под коммутика Ольга Валентиновна и Владимир Ватвеевич. Вот. Это люди, которые сейчас, боже мой, я не успеваю понять, где они находятся. Они то в Казахстане, то в России, то в Омске, то в Томске. Я уже запуталась. Я не знаю, где они находятся. Я знаю, что в ближайшее время они будут в Прибалтике, потом они будут в Германии. Вот. Воспользуйтесь эти… Воспользуйтесь приездом этих людей. Потому что после приезда этих людей города взрываются, товарооборот взрывается, квалификации растут. То есть сейчас самое время Германии подработать под события. Если у вас есть люди в Германии, сделайте все, чтобы они увидели этих людей, услышали этих людей. Вот. Они будут в Израиле. Сделайте так, чтобы люди в Израиле увидели, услышали этих людей. Потому что это действительно люди большой души, большого сердца, большого видения. Это, понимаете, это люди, которые действительно меняют жизнь людей. Поэтому, что, мои дорогие, еще раз успехов, еще раз до встречи на всех событиях. Вот. И самое главное, чтобы на каждом событии мы подходили и говорили, а со мной столько новых людей, а со мной столько новых людей. Потому что это то, чем мы с вами занимаемся. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное, Леночке. Сколько энергии, сколько желания, сколько страсти было сейчас в ее словах. Спасибо огромное. В заключение нашего вебинара сегодняшнего я хотел бы вам сделать маленький подарок. чтобы вы зарядились энергией мышления богатых людей. Внизу, вы знаете, тут в нижнем правом углу. Вы потом сможете скачать эту коротенькую презентацию о привычках богатых людей, которые я сейчас вам постараюсь представить. Пускай эти привычки станут вашими привычками. Тривычки богатых людей. Тривычка первого шага. Богатые люди готовы пробовать, готовы экспериментировать. И любая возможность сделать что-то по направлению к своему успеху, к своему счастью, они делают сразу. Не размышляя, сложно, просто, дорого. Привычка действовать – это ежедневный выбор. Что я сделаю сегодня для своего бизнеса? Что я сделаю сегодня для того, чтобы изменилось мое мышление? Для того, чтобы изменилось мышление моих людей? Для того, чтобы каждый из нас стал активнее? Нас отличают всего несколько вещей. Богатые люди думают привычкой на результат. Бедные люди думают, как стать богатым. А богатые люди думают, создают образ того, что они хотят получить. И ежедневные действия, попытки находят правильный ответ на вопрос, как. Привычка учиться и развиваться, и любые грабли – это лишь любая ошибка, это лишь повод к тому, чтобы сделать что-то лучше. Активизировать то, что ты делаешь. Научиться не наступать на новые, а учиться наступать на новые грабли. Это движение успеха. Богатые люди считают деньги. И если ставят какие-то планы приобретения, то сначала они деньги копят, а потом покупают. А бедные деньги, а бедные люди ищут возможности приобретения еще до того, как у них появились деньги. И влезают в кредиты. И становятся рабами своих вещей, которые находятся у них дома. Люди стараются копить, создавать финансовый поток к себе. Мышление богатого человека, оно другое. Нужно это немножечко раскрыть в себе. В каждом из нас это есть. Несмотря на то, что очень много вокруг нас информации, которые заставляют нас быть бедными. Привычка ценить время. Привычка ценить время не только свое, но и тех людей, с кем ты общаешься. Привычка ценить время потребителей, директоров, спонсоров. Это потрясающая возможность один день сделать намного больше, шире. Богатые люди открыто заявляют о своих желаниях. Они четко знают и планируют в картинках, в образах то, что хотят для себя, для детей, для своих близких. Хотят конкретной славы, богатства. И не боятся этих больших планов, которые они себе ставят. Это то, что зажигает их действию каждый день. Богатые люди знают еще один секрет. И секрет этот заключается в том, что большие деньги не зарабатываются. Большие деньги придумываются. Ходя на работу, никогда не заработаешь достаточно для своей мечты. Ходя на работу, ты можешь только мечты свои приблизить к тому заработку, который ты получаешь. Каждый из нас хочет большего. Поэтому нужно придумать, найти идеи, которые привлекут большое количество сильных, красивых, ярких, интересных людей в наш бизнес. Богатые люди знают, что нужно людям. Они создают те проекты, те продукты, те интересные привлекалочки, завлекалочки, которые нужны людям. Они знают, как научить людей быть счастливыми. И эффективно это делают. Богатые люди ценят тех людей, которые с ними. Богатые люди создают вокруг себя окружение богатых людей с позитивным мышлением. С каждой из которых чем-то интереснее, чем я. Чем-то важнее, чем я. Что-то делает лучше, чем я. У которого есть чему учиться, чему заряжаться. Чем наполнять свою жизнь. И, конечно, богатый человек знает, к чему стремится. Почти постановки правильных целей. Цель должна быть такой, которая достижима. И настолько большое горящее желание идти к ней заставляет каждый день подумать, что я хочу сегодня сделать. Что я могу сделать для своей мечты, для своих желаний, для счастья своих близких. Сегодня и сейчас. Любая проблема, возникающая по пути, всегда становится поводом сделать правильные выводы. Реакция на любую проблему всегда должна быть в позитиве. Для того, чтобы это всего-навсего маленькое очередное испытание нашей судьбы. Действительно ли ты хочешь больше? Действительно ли ты хочешь изменить себя и свой мир? Что я могу сейчас улучшить? Что мне сделать сейчас, чтобы изменился мир, в котором живет моя семья? И, конечно, эти люди используют время для того, чтобы максимально эффективно двигаться вперед. Внедряя любую идею, которая пришла в голову, сразу. Или, по крайней мере, записать на бумаге и внедрить ее в течение следующего дня. Бездействие, оно дает повод для того, чтобы появился страх и сомнение. Поэтому действие и еще раз действие приводит нас к успеху. Коралловый клуб – отличное место, в котором каждый из нас и каждый из тех людей, которые придут вместе с вами, меняет. Ваша мысль дает вам творчество, шанс открывает время, свободное, оплаченное хорошо время. Мечты приводят вас к успеху, вода и замечательный продукт дают вам здоровье. Действия приносят достаток. Коралловый клуб – отличное место, приложение сил, талантов и ума. Спасибо вам, друзья. Сегодняшний вебинар вели для вас Виталий Арцеборский и золотой мастер компании Лена Солонецкая. До новых встреч. Следите за событиями. Активно используйте чат Golden Group для того, чтобы делиться своими успехами, результатами по движению вперед, любовью к продукту. Все то, что вас движет к вашей мечте, вот для этого создан чат Золотая группа. Обнимаем вас, и пускай прощенное воскресенье изменит мышление, повернет наше желание в богатую сторону. Леночка хочет еще договорить. Пожалуйста, Леночка. Да, ребята, дорогие, пожалуйста, сказали огромное спасибо. Сейчас он сказал, я говорю, прям некоторые вещи сидела, строчила, и все-таки действительно на вебинарах нужно работать. Обязательно рабочая тетрадь, ручка. Мне очень понравилось, я уверена, что это таблица умножения для богатых людей, и ее нужно выучить наизусть. Вот, о чем я хотела, ребята, вас попросить. У нас существует Золотая группа. Я хочу, чтобы Золотая группа действительно, и Виталий этого хочет, и профессора хотят, чтобы Золотая группа действительно вас, после того, как вы в нее зайдете и что-то прочитаете, действительно вас ввела к развитию, действительно вас подымала вам настроение, действительно вас активизировала. Поэтому я вас прошу, когда вы что-то сбрасываете в Золотую группу, прежде чем что-то сбросить, задайте себе вопрос, как это нас ведет к успеху. И давайте мы включимся вот в какую-то тему, которая действительно будет нас постоянно развивать. Я очень всех прошу, давайте сбрасывать в золотую группу какие-то истории интересные, пишите их имена, их фамилии, пишите их города, пишите их страны. Как говорится, героев должны знать все в лицо. Может быть, какие-то просто интересные истории великих людей и успеха. Но давайте, пусть золотая группа будет такой, знаете, волшебной кладовой, куда можно будет заглянуть и действительно напитаться вот этим вот успехом. Давайте все-таки использовать этот инструмент для нашего роста. Поэтому еще раз спасибо.